МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мусульманская община очень стремительно развивается, но тем не менее они обходятся и без проблем, которые встречаются в каждой религиозной общине. Мусульманская община очень стремительно развивается. За 25 лет была фактически с нуля восстановлена инфраструктура, построенной тысячами мечетей, тысячами дрессе. Но одно дело, когда восстанавливается в камне, из камня или из какого-либо иного материала, это одно. Это действительно можно за очень короткий срок восстановить и построить. А вот внутреннее наполнение продуктом, кадрами, идеологией – это процесс, который требует столетия. Стоит отметить, что татары – это самая крупная нация, которую представляют мусульман в нашей стране. Из Татарстана вещают прежде всего на татарском языке. И те мусульмане, татары, а почему я говорю больше о татарах, потому что это самая крупная нация, которая представляет ислам в нашей стране, она в регионах ожидает и слышит, какие будут отсюда исходить проповеди, какие здесь будут публиковаться, печататься книги на родном языке, каков будет уровень образования в исламских учебных заведениях, светских гуманитарных заведениях. Поэтому здесь очень важно, чтобы мусульманские лидеры, духовные лидеры очень тесно работали и с представителями академической науки. Каждый человек рождается в обстоятельствах, которые ему не дано выбирать. Религия семьи или идеология государства навязывается ему с первого дня его появления на свет. Взрослея или сталкиваясь с верованиями, другие системы начинают задумываться об истинности своих убеждений. Искатели правды часто оказываются в тупике перед фактором, что любая религия, идеология или философия претендует на свою истинность. И действительно, все они призывают людей делать добро. Диана Шилова, Альнар Доблесяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова